МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. Это же сплошной секс. Я прекрасно понимаю, мой сын влюбился. А вы знаете, что женщина, которая ориентирована на секс, гораздо больше и надежнее создаёт семью, чем женщина, которая ориентирована на карьеру и на учёбу? Супруги Варламовы прожили в браке полтора года. Сергей буквально боготворил свою жену Татьяну. И тем больнее ему было увидеть её в объятиях другого мужчины. Не сумев простить измену, супруг подал на развод. Татьяна уверяет, что была верна мужу, и считает, что её подло подставила мать Сергея, которая с первого взгляда не взлюбила молодую женщину. Ваша честь, посмотрите, вот мне, как к жене и как к человеку, к ней нет никаких претензий. Она хорошая мать, хорошая жена, хорошая подруга, хозяйка. Ну, вот так получилось в жизни. Ну, встретил я любого. Антон и Екатерина Барзиковы прожили в браке четверть века. И казалось, ничто не могло их разлучить. Однако жизнь распорядилась иначе. Антон Викторович встретил другую и решил уйти из семьи. Екатерина Фёдоровна считает, что новая избранница манипулирует её мурм, преследуя меркантильные цели. Здравствуйте. Прошу всех садиться. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Варламова Сергея Антоновича к Варламовой Татьяне Андреевне о расторжении брака. Ответчик Татьяна Андреевна с исковыми требованиями не согласна. Вы прожили в браке полтора года, детей у вас нет. И совместно нажитого имущества также за полтора года не появилось. Хорошо, тогда, Сергей Антонович, если полтора года назад вы желали вступить в брак, почему сейчас вы считаете, что не сложилось? Время идёт, всё меняется. Я Таню тогда очень сильно любил, боготворил её. Тогда это полтора года назад. Да, да, именно. А сейчас всё по-другому. Я сейчас всё расскажу. Давайте сначала. Я с ней познакомился в ресторане, я пришёл туда со своей хорошей знакомой, а там она работала официанткой. Мне не то чтобы везёт с женщинами, нет, но вот в тот вечер я как-то набрался смелости, взял телефон её, мы начали общаться, встречаться, а потом поженились, но тайно. Я уже родителям после ЗАГС сказал, что Таня стала моей женой. Подождите, Сергей Антонович, ну как-то так, знаете, вот во времена Ромео и Джульетты женились тайно, а сейчас-то почему? Какие основания были? Потому что... Скрывать от родителей. Ваша честь, можно я отвечу на этот вопрос? Ну, давайте. Да потому что Серёжа при всех его положительных качествах, маменькин сынок. Он боялся неодобрения родителей и в первую очередь своей мамой. А чем же вы плохи так оказались маме? Вон красавица. Не угодила. Чем же? Таня, хватит, не надо о моей маме, ладно? Ну хорошо, Сергей Антонович, ну поясните, пожалуйста. Да, поясню. Родители, я знал, как отреагируют. Они были против нашего брака. И я был уверен, что они отреагируют негативно. Поэтому мы вот поженились тайно, никому ничего не сказав. Дело в том, что родители, они, конечно, всегда хотят своим детям счастья. Они хотели женить меня на дочери своих знакомых, Тонечке. Тонечка, ваша честь. Это как раз интеллигентная девушка, да. А Таня, она простая, она из неблагополучной семьи. Но я её любил, понимаете? На тот момент тогда я её любил. Серёж, ты и сейчас меня любишь. И все прекрасно об этом знают. Вы знаете, как вы так говорите, простота и интеллигентность, это что, разные вещи? Нельзя быть простым и интеллигентным одновременно? Или вы просто сейчас транслируете позицию ваших родителей? Да, мама изначально относилась к Тане плохо. Но я хочу развестись не по этой причине. А потому что Таня мне изменила. Да, Танечка, изменила. Хорошо, тогда, значит, факт супружеской измены вами был установлен. Когда, где, при каких обстоятельствах, откуда вам стало это известно? Я сам это видел. На даче. Мы договорились встретиться на даче. Я задерживался по работе. Таня приехала. Вы говорили с кем? С женой? Да, с женой договорились. Со мной, Ваша честь, со мной. Ну, расскажите. Мы договорились встретиться на даче, но я должен был подъехать позже. Я освободился и приехал, но не сказал ей. Сюрпризом приехал. А там она, голая, лежит с нашим соседом. Не так все было. Не так все было. Все было именно так, Ваша честь. Я прошу нас развести. У нас нет, как вы сказали, детей. У нас нет совместного имущества. Вот только свидетельство о браке есть. Поэтому нас больше ничего с ними не связывается. Сережда, не так все было. Что ты врешь-то все время? Да это неправда, Ваша честь. Ну, реально неправда. Это не так было. Это просто подстава. Я могу объяснить эту ситуацию. Я много раз объясняла ее Сереже. Я объясню ее сейчас снова. В 100 тысяч первый раз. Ситуация была следующая. Я приехала на дачу и ждала Сережу домой. Я убиралась. Очень устала. Хотела спать изначально. Плохо чувствовала себя. Приходит наш сосед, Петрович. Пришел он, в общем, с бутылкой пришел он. И думал, что надо выпить. У меня было плохое настроение. Хотел поддержать меня. Выпили мы эту бутылку. А потом меня просто Ваша честь повело и... А бутылка чего? Поксиколы? Вина, Ваша честь. Вина. Бутылка вина. А. Некрепкого. И у вас все случилось, да? Ничего не случилось. Можно мне договорить, пожалуйста? В итоге я просто вырубилась и не помню ничего. Ой, да ладно, вырубилась она. Да не было. Катьяна Андреевна, подождите. То есть вы убираетесь, ждете мужа. Вдруг приходит сосед утешать вас с бутылкой вина. Вы выпиваете, вырубаетесь с бутылки вина пополам. И просыпаетесь от чего? Я не помню ничего, Ваша честь. Ваша честь. Я понимаю, что это звучит... А с какого момента вы помните? Тогда он уже просто тряс меня за плечо. Вот тогда я снула. Так, он вас трясет. И в чем вы себя обнаружили? В каком виде? Где? Полая в постели с ним. Это правда, к сожалению, да. Вот это было именно так. Но, Ваша честь, как женщина женщине, опять же таки, я не имею к этому ни малейшего отношения. Я себя не раздевала. Я с этим Петровичем не спала. И более того, когда он стал ко мне катить, я сказала ему, что извини, дорогой, до свидания. Ой, Тань, да ладно. Татьяна Андреевна, подождите. Если вы спали, и не помните, кто рядом был, то нельзя сказать, что я с Петровичем не спала. Потому что, возможно, вы спали именно с Петровичем рядом-то. Конечно. Не надо утверждать. Так получилось. Хорошо. Значит, вы утверждаете, что добровольно в половой контакт с вашим соседом Петровичем вы не вступали. Не вступала. А ваш муж вам не верит. Я правильно понимаю? Правильно. А еще мой муж забывает самую маленькую, но самую главную при этом деталь. Это подстроила все его мать. Петрович не додумал, что просто до этого, Ваша честь. Мама моя, Ваша честь, вызовите мою маму. Да она подговорила Петровича, просто подговорила, и все. Я жду, Сереж, я жду. Подождите, Сергей Антонович, вот Ксения Владимировна. Вызовите мою маму, она мой свидетель. Она вам подтвердит, вот что Таня о чем говорит, это неправда. Мама не подстраивала ничего. Вызовите. Хорошо, Ксения Владимировна Варламова у нас приглашена в качестве свидетеля со стороны ИСЦА. Это мама ИСЦА. Пригласите ее в зал. Вы свидетель Варламова? Пройдемте со мной. Да на зло тебе я пришла в это платье. Здравствуйте, Ксения Владимировна. Стыдно, когда видно. У тебя как раз все видно. Сергей Антонович, пригласили маму свою, с уважением ее выслушаем. Ксения Владимировна, вы действительно так не любите свою невестку, что готовы какие-то козни строить? Вас обвиняют в том, что вы подстроили ситуацию, из-за которой брак распадается. Какие козни? Боже упаси, что я до такого опускалась. Конечно же, я ее недолюбливаю. Я считаю, что она не пара моему сыну. Посмотрите на нее, пожалуйста. Это же какой-то базар-вокзал. Какие там манеры. Это же как-то все очень вульгарно. И посмотрите, пожалуйста, на моего сына. Высшее образование. Человек занимается наукой. Мам, ну я признаю. Прекрасное воспитание. Я совершил ошибку. Ну просто я в нее так был влюблен, что... Она сама заварила кашу. Ее застали с мужиком в постели. А теперь она на меня грязь эту вот хочет повесить. Да перестаньте врать. Это же вы все подстроили. Вы ведь знаете, как все было на самом деле. И ты, Сережа, тоже хорош. Почему ты все это слушаешь-то все время? Ты прекрасно знаешь, что ради тебя я пыталась меняться. Всегда пыталась. Я пошла в этот гребанный институт. Я вообще... Ради тебя. Чтобы только не было никаких претензий. А себя и твоей мамы. Я прекрасно понимаю, на что купился мой сын. Он всегда, всю жизнь общался с очень скромными, воспитанными девушками. С хорошим образованием, которые трудились. Они учились, чтобы сделать потом карьеру. У них не было никаких сложностей в жизни. И теперь посмотрите на Татьяну. Это же сплошной секс. Я прекрасно понимаю. Мой сын влюбился. Вы знаете, что женщина, которая ориентирована на секс, гораздо больше и надежнее создают семью, чем женщина, которая ориентирована на карьеру и на учебу. Поэтому, если вы хотите хорошую жену своему сыну, лучше, если она будет ориентирована на рождение детей, на секс, чем она будет ориентирована на то, чтобы руководить крупной компанией. У нее нет ни воспитания, ни образования, ни манер, ничего. Это говорит о том, что она, сами понимаете, из какой семьи. Хорошо, ладно. Вам не нравилась ваша невестка. Тем не менее, вы в курсе были взаимоотношений, которые проходили в семье? Как они жили-то вдвоем? Вы же умная женщина. Они поженились тайно. И вообще, Татьяна очень долго оттягивала встречу нашу с моим мужем. Но потом-то они вам рассказали уже все дело прошлого. Потом рассказали, потом, вы уже знаете, они поженились. После того, как я от сына узнала, что она переспала с Петревичем, это наш сосед по даче, я стала внимательно следить за своей невесткой. И я стала интересоваться ее прошлой жизнью. И я там, знаете, узнала такие факты, что я совершенно не удивилась, почему она изменяет с другими мужчинами моему сыну. Давайте пригласим моего второго свидетеля Петровича. Она на трассу выходила. Ты сейчас перегибаешь уже палку с этой проституцией, уже хватит. Я ничего не перегибаю. Мы разбираемся в этой проблеме. Я развожусь потому, что она мне изменила, как она утверждает. Как я утверждаю, с этим Петровичем. Вот сейчас мы спросим, вызовем его и спросим, было что-то или не было. Если было, все. Все, не нервничай, не нервничай, пожалуйста. Суд готов выслушать свидетеля Игоря Петровича Бережного. И она считает, что он не до конца установлен. Она считает, что до конца. Вот он выйдет сейчас и все тебе объяснит. Милый, да потому что я знаю, что это все неправда. Свидетель Бережнева. Пройдет. Слышали, что вы говорите? Вот таким бомбарным торговкам. Из интеллигентной семьи. Здравствуйте, Игорь Петрович. Вы в качестве свидетеля приглашены в бракоразводный процесс. И сейчас устанавливается факт супружеской измены. Подтверждаете ли вы, что между вами и ответчиком, Татьяной Андреевной, был половой контакт? Ну, это как-то грубо сказано. По-моему, мягче не скажешь. Как еще вы хотите назвать этот процесс? У нас с Татьяной был как бы романтические отношения. Спасибо. Сразу увидел, что Сергей и Татьяна не пары. Вот посмотрите на Татьяну. Она вон коня остановит. А Сергею надо женщина интеллигентная. Вот. Как будто интеллигентные женщины не могут останавливать коней. Ну, посмотрите на Сергея. Посмотрите на Сергея. Посмотрите на Татьяну. Ну, если бы еще Татьяна не подавала мне сигналы, я бы не продолжал бы... Да, господи, прости. Вот, прости. Правильно, правильно. Какие сигналы? Петрович, расскажи, расскажи. Сережа, тише. Давайте прямо сейчас уточним. Какие конкретно сигналы вам были поданы? Татьяна, ну успокойся. Я что, с ним опорила? И что, вот это все делала? Какие сигналы? Ну, Татья, подождите. Дайте, он расскажет. Мне самой интересно. Какие сигналы-то? Ну, глазки строила там. Улыбалась, ходила мне. Постоянно, когда на даче там ходила, моргала. Ну, такие вот. Ваша честь. И вы ее в взмахе ресниц распознавали как сигнал. Ну, а какие это значит? Иди сюда. Иди сюда, так глазками. Да он старше меня на 20 лет. Ну, вы что, смеетесь? И это как раз мужчину не портит. Я тоже думал в свои 28, что жизнь в 45, она заканчивается. Но она у меня только начинается. У меня ваша честь два года назад умерла. Я рада за вас. Ну, какое это имеет отношение к этому процессу? Мне интересует, был ли факт супружеской измены. Потому что вас супруг ответчика застал, как я понимаю, в постели, вместе. Поэтому сейчас суд устанавливает факт супружеской измены. Ну, у меня два года назад умерла жена, как бы, я вообще о женитьбе не думал до тех пор, пока не увидел Татьяну. Ну, вот. И тут все переменилось. Я понимаю, что Татьяна сейчас переживает и, как бы, хочет выключиться с этим. Таня, я никогда тебя не брошу и готов даже жениться на тебе. Давай, давай, Петрович, давай. Конечно. Ну, вот. Откуда у вас вообще такие мысли возникают? За две недели, за две недели, ваша честь, от этого дня, был день рождения у меня. И мы вместе с семьей Варламовым замечали. И чего? Вот, и Таня там, вы бы даже представить не можете, как она пела. Она поет очень хорошо. Как это связано с тем, спали мы или нет? Потом мы танцевали. Голосы, волосы женщины, ногота ее. Да, и танцевала. Вот попела, вот теперь. Хорошо. Она вас привлекла голосом. Как хотела. Потом мы танцевали, и я вот в этот вечер понял, что все, у меня нет терпения молчать. Я в тот вечер, я уже как бы не смог, я пришел и признался Татьяне в своих чувствах. И она ответила взаимностью. Ваша честь, я больше не могу это слушать, потому что это какое-то вранье бесконечным потоком. Можно, пожалуйста, пригласить сюда моего свидетеля? Пожалуйста. Отца Сергея я хотела бы пригласить сюда. Что? Да. Папа здесь? Это Варламов Антон Дмитриевич, правильно? Все верно, Антон Дмитриевич. Да, у нас явился в суд Антон Дмитриевич Варламов. Пожалуйста, со стороны ответчика, в качестве свидетеля, вызывайте в зал. А вы свидетель Варламов? Да, да. Пройдем со мной. Относиться. Ну, сейчас он выйдет. Да, сейчас мы все поймем. Антон, что все это значит? Почему ты на стороне этой женщины? Сюшенька, ты успокойся, пожалуйста, успокойся. Все будет порядки. Я только хочу лучше все... Антон Дмитриевич, вы, как я понимаю, отец все-таки истца, но занимаетесь в этом процессе в сторону ответчика. Ранее вы были против этого брака. Скажите, что поменялось? Да, Ваша честь, собственно, ничего и не поменялось. Просто мы поняли, что Сережа вырос. Он взрослый человек, он сам принял решение, сам женился. Мы поняли, это кто понял? Я считаю, что мы с женой должны принять его сторону. Видите, нет, он зачем ты защищаешь эту женщину? Нет, причем тут эта женщина. Сережа ее выбрал. А то, что... Послушай, послушай, послушай. Это произошло не по глазам. Как ты можешь? То, что здесь происходит, я считаю, чудовищная ошибка, Ваша честь. Вы понимаете? Я считаю, что измены никакой не было. А то, что Сережа выбрал Таню, ну, это его выбор, мы должны с женой его принять. Вот и все. Подожди, а почему ты считаешь, что измены не было? Ну, так, минуточку, давайте разберёмся. Никто из нас, из здесь присутствующих, ничего не видел, да? Так сказать, никто свечку не держал, правильно? Как не видел? Антон видел всё собственными глазами. Ксюша, послушай, пожалуйста, меня. Ни ты не видел, ни я. Никто из нас при этом не присутствовал. Но Серёжа что-то почудилось, да? Потом ты подбила масло в огонь, ты плохо к ней относилась изначально. А он очень милительный у нас, Серёжа, понимаете? И мама для него очень большой авторитет. Вот она всю эту историю раздула. Вот вам в результате получается раздул. Она лежала голая в постели. И вообще, ты этого не видела, и я этого не видела. Пап, вы же что-то её оправдываете. Что тут можно ещё добавить? Она лежала голая в постели с мужчиной. Антон Дмитриевич, скажите, пожалуйста, а вот какие есть основания у суда не верить вашему соседу? Вот стоит ваш сосед, говорит, да, было, вот, да, были романтические отношения. Хорошо, если вы не видели, то он-то, зачем ему на себя наговариваться? Ваша честь, по поводу соседа. Мы с Петровичем очень давно знакомы. Он замечательный человек. Но, к сожалению, так случилось, когда была жива его жена, она всё за него делала, он жил, так сказать, как у Христа за пазухой. Но она скоропостижно умерла, и он потерялся. Он стал выпивать, понимаете? А когда выпьет, он придумывает такие... Антон Дмитриевич, вы из меня алкаша делаете. Нет, нет, ну я же не говорю, что ты алкоголик или там пьяница, нет. Ну, выпиваешь же, да? А когда выпивает, он придумывает себе разные истории. Он одинокий человек, я понимаю, ну, в таком возрасте. Ему хочется ласки. Вот он и придумал, что Таня оказывает ему знаки внимания. Вот и всё. Понимаете, на самом деле ничего не было. Антон Дмитриевич, вы из меня идиота здесь делаете, да? Да нет, ну никто не делает, Петрович, ну зачем же так? Никто не делает идиота. Не только я один замечал, как Таня делает мне комплименты. Пап, подожди, подожди. Ваша супруга, вот, Ксения Владимировна, она тоже, я благодарен ей, что она меня вдохновила, чтобы я Тане открылся. Подождите, Петрович, в смысле вдохновила? Что? Мам, ты ему говорила, что Таня в него влюблена, что ли? Сергей, вы не злитесь на маму, она как бы переживала за это. Она давно считала, что вы не пара. И вот так вот тактично поступила. Так, Игорь Петрович, ну суд тоже вообще-то интересует. Каким образом Ксения Владимировна уладила вот ваши отношения с ответчицей? Как она повлияла на это? Рассказывайте уж. Она мне сказала, что через пару дней Сергей с Татьяной расстанутся. Вот, а Татьяна, видите, видная же девушка, долго не задержится. Она сказала мне, что Татьяна приедет на дачу одна, чтоб я действовал как-то. Там взял вино. Ну так оно и было. Татьяна приехала, я взял вино. Лучше бы тяжелые наркотики сразу взяли, чтобы наверняка действовать. Взял вино и там все такое, и там объяснился. Сереж, ну а теперь ты понимаешь, я тебе с самого начала говорила, что это все происки твоей мамы, что это она все подстроила. А ты, Петрович, тоже хорош, нормальный мужик. Расскажи, пожалуйста, теперь уже нам всем, как на самом деле дело обстояло. Да я просто перепила этого крепленного в вина. Я была уставшая, я вырубилась. Ну, я не знаю, как еще это объяснить. Мне стало плохо. Я не помню этого всего. Хорошо, скажите, пожалуйста, тогда, Игорь Петрович, что было после того, как ответчица потеряла сознание от выпитого? Да ничего не было. Вы пошли на кухню, сели, взяли книжку и читали, да? Нет, нет, нет. Она выпила и потеряла сознание. Я раздел ее, уложил. Я любовался, когда ты спала. Ты такая красивая. Лежал рядом, но тут... То есть в квартире у ее мужа вы ее раздели, положили и любовались. На даче это все происходило. Я разделю, любовался, какая она красивая. Но тут ворвался Сергей, как бы... Он не ворвался, он пришел к себе домой. Скажите, пожалуйста, а вы знали, что сейчас придет ее муж? Ну, нет, во-первых, не знал ничего. Не знали. Ворвался Сергей, устроил скандал. Действительно, откуда взяться мужу дома, правда? У себя дома. Откуда ему было взяться? Я не знал, Ваша честь. Не знал просто. Ладно, хорошо. Был ли между вами половой контакт? Это сейчас серьезный вопрос, и вы обязаны сказать суду правду. Не было Вашей чести. Угу. Вот ура. Сыня Владимировна, я что, значит, игрушка ваших игр оказывается? Ну, да. Но я это делала ради своего сына. Я пыталась спасти своего сына, потому что она бы тебе сломала жизнь. Вот эта вот проститутка. Да хватит! Хватит оскорблять мою жену, Ваша честь. Да я правду говорю. Мы не будем разводиться, Тань. Прости меня, пожалуйста, я дурак. Не торопись, сынок, а послушай-ка меня. Ведь я ездила туда, к ней, в город, где она живет. Где живет твоя мать? С соседями я поговорила в доме. И они мне все рассказали о том, что вы никогда... Твоя мать никогда не работала. Один, детей пять штук. Это какое ваше дело-то? А чем вы могли заработать на жизнь? Каким способом? У нас государство финансирует многодетные семьи. У тебя все у меня были один в тюрьме, другой пьяница у твоей матери. И поэтому я знаю, что тебе приходилось ходить и продавать свое тело ради того, чтобы содержать всю семью и кормить детей. А почему ты мне сразу не сказала? Ты вот думала, я вот это не пойму все. Про Петровича неправда, а то, что сейчас сказали, правда. Когда я торговала собой, как вы здесь прекрасно всем рассказывали, у меня был некий клиент два года назад. Это клиент, Сереж, твой отец. Папа, это правда, да? Ты что, изменял маме с ней? Мам, ну ты-то чего молчишь? Сережа, Сережа, мы дома, а мы чем разберемся? Сережа, помолчи, пожалуйста. Татьяна, Татьяна, ну что ты делаешь? Татьяна, ну что ты делаешь? Говорю правду. Вот смотрите, вы же так боитесь, да, что кто-то узнает ваш большой секрет про вашу чудесную, трогательную, замечательную семью. А давайте так, я никому ничего не скажу, и эти люди, которые здесь, тоже никому ничего не скажут. Но вы мне заплатите. И на это мы с вами расстанемся. Вот вся ее суть. Ну ты и дрянь. Слушай, я, может быть, идиот, конечно, в тебя влюбился, но получишь ты свои деньги. Но чтобы больше, я тебя не видел, и держись от нашей семьи подальше. Молодец, сынок. Суд удаляется для вынесения решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Ваша честь, вот смотрите, вот мне, как к жене и как к человеку, к ней нет никаких претензий. Она хорошая мать, хорошая жена, хорошая подруга, хозяйка. Ну вот так получилось в жизни. Ну встретил я любовь. Антон и Екатерина Барзиковы прожили в браке четверть века. И казалось, ничто не могло их разлучить. Однако жизнь распорядила иначе. Антон Викторович встретил другую и решил уйти из семьи. Екатерина Федоровна считает, что новая избранница манипулирует ее мужем, преследуя меркантильные цели. Прошу всех садиться. Оглашается решение суда. Суд вынес решение. Иск удовлетворить. Брак между супругами расторгнуть. Суд расторгает брак между супругами, потому что судом установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны. Я не думаю, что вашей семье удастся пережить ту информацию, которую сейчас стало известно. Поэтому я думаю, что семьи счастливой после этого уже не состоится. И удовлетворила ваш иск. Вам решение понятно? Да. Судебное заседание объявляется закрытым. Прошу всех встать. Прошу всех встать. Здравствуйте. Прошу всех садиться. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Барзикова Антона Викторовича к Барзиковой Екатерине Федоровне о расторжении брака. Ответчик Барзикова с исковыми требованиями не согласна. В зарегистрированном браке вы 25 лет. Есть совместная совершеннолетняя дочь 23 лет. Антон Викторович, после такого продолжительного брака собираетесь его расторгать. Основания должны быть очень серьезные. Изложите их в суду, пожалуйста. Да, Ваша честь. Конечно, 25 лет это срок немалый. Но бывают же в жизни всякие моменты, когда чего-то меняется. Мы, как и любая семья, прожили, так сказать, долгую жизнь. 25 лет все-таки. Было всякое. Но в основном мы все невзгоды преодолевали совместно. Без каких-то конфликтов, казусов и прочее. Вся жизнь у нас состояла, прожитая из того, что мы чего-то достигали. Достигли одну там, скажем, квартиру новую купили. Идем, делаем ремонт. Следующий план намечаем. Дачку какую-то там захолустную купили. Теперь ее нужно переделать. Снова другой план намечаем. И мы даже дочь заводили тоже вот с таким расчетом. По плану. Вот как вторую квартиру, если приобретем, тогда вот же... Ну, это развитие. Всегда в развитии планирование. Это хорошо. Так. И все планы удавались. И так вот жизнь наша шла, шла. Потом я открыл свой бизнес. Вот. Он стал прибыльным, приличным. Я работал, можно сказать, как проклятый, как говорят в народе. Вот. И все опять то же самое. И про бизнес надо, там, новые контакты, новые поставки, и дома то же самое. Ну, некогда даже повернуться, там, как говорится, головой налево-направо. И вот тут приходит 55 лет, я так сижу и думаю, подожди, ну 55 лет. Ну, глянь, через левое плечо, через правое, ну, никаких просветов особых нет. Ну. Ну, нет такого, чтобы вспомнить и замереть от счастья. Ну, не было такого. Вот поэтому я пришел с заявлением в суд. Я хочу изменить эту жизнь. А вот причину, почему вы хотите уйти из семьи, как вы объяснили своей супруге? Я ей все честно признался, что я полюбил другую женщину. Вот. А так как мы люди разумные, можно сказать... Хорошо. Значит, причина расторжения брака, то, что вы имеете другие отношения и желаете создать семью уже другую, да? Да. Я правильно вас поняла. Хорошо. Ваша позиция понятна. А теперь Екатерина Федоровна, вы как это известие встретили? Ваша честь, ну, это вот чушь, ну, несусветная просто. Мы прожили с мужем, вот с человеком, вот с этим, 25 лет. 25 лет. У нас все в жизни было. Тоша. Тоша, ну, ты вспомни, ну, мы же были с тобой абсолютно счастливы. Как мы познакомились. Как мы ездили на море и на океаны. Как у нас появилась дождь и как нам было хорошо. Ваша честь, это абсолютная ошибка. У нас все было в жизни замечательно. Ваша честь, вы смотрите, вот мне, как к жене и как к человеку, к ней нет никаких претензий. Она хорошая мать, хорошая жена, хорошая подруга, хозяйка. Ну, вот так получилось в жизни. Ну, встретил я любовь. Все. Ну, уже второе дыхание прямо открылось. Ну, что за несерьезность. Она во мне, так сказать, другую жизнь вдохнула. Теперь я уже не планировать хочу, а я хочу что-то мечтать, какие-то там встречи там. Мечтать все хотят. Если бы все мечтали, жизни бы не было. Скажите, Екатерина Федоровна, как вы планируете восстановить, вот если мы вас не разводим, да? Как вы планируете восстанавливать отношения с мужем? Вы считаете, вот есть шанс? Ваша честь, ну, не то, что шанс есть. Я вообще считаю, что разводиться у нас нет никогда. У него там какая-то любовь. Я вообще во все это не верю. Потому что я этого человека очень хорошо и очень давно знаю. Мы 25 лет вместе. У нас, в принципе, у нас ничего плохого-то не было. У нас ничего плохого не было. Но видите, что у него сейчас новая жизнь, второе дыхание. Он хочет все поменять. Я понимаю, но вы поймите тоже, что у каждого человека, у мужчины и у женщины бывает кризис среднего возраста. Вот он дожил до такого возраста, и все, ему кажется, что он что-то не успел, недолюбил. Ну, там какие-то женщины туда-сюда. Это проходит. Это проходит. И у него, и у меня это все пройдет. Но у меня этого еще и нет. Маша честь, ну, тогда давайте пригласим сюда женщину, которую я полюбил. Это... Хорошо, давайте ее выслушаем. Может быть, как-то это внесет. Великим Афимовна Комарова. Хорошо, посмотрите, пожалуйста. Если Комарова у нас присутствует, пусть проходит. Вообще с ума сошел. Как ты вот... А, Василий Комарова? Да. Пойдемте со мной. Я тебе все... Да были у тебя любви. Я тебе все сказал по-честному. Как это Вера? Откуда она взялась? Дома, на конкурсе сказал, все по-честному. Здравствуйте, Вера Тимофеевна, Вера Тимофеевна, становитесь поближе к своему избраннику, наверное, да? Тогда поставьте в известность суд. Какие у вас взаимоотношения с этим человеком, потому что он женат? Известно ли вам было, что он женат? Вообще, Антон изначально сразу мне сказал, что он женат. У нас с ним всегда все было честно, он мне в этом признался. Мне, на самом деле, очень неловко здесь сейчас находиться. Но Антон попросил меня его поддержать, естественно, я согласилась. Екатерина Федоровна, могу сказать вам, вы можете меня ненавидеть, вы можете меня не любить, это полностью ваше право. Но мы с Антоном очень любим друг друга, так что отпустите, пожалуйста, его ко мне. И простите. Так будет и вам легче, и нам легче. Мы с ним сможем сделать счастье, оно у нас получится. Конечно, конечно. Конечно, ну посмотрите на себя и посмотрите на меня, где вы, где я. Да ты посмотри на себя, посмотри на меня. Да я красивая, ваша красота уже давно пропала, она была 25 лет назад. Глаза, чтобы ваша красота цвела. Вот борьба за мужчину. На самом деле, Антон Викторович очень порядочный человек. Однажды мы с ним разговаривали и приняли совместное решение. То, что сначала он разведется со своей нынешней супругой, и только потом уже все дальнейшие отношения мы будем с ним начинать. Ну, я про близость, на самом деле, если вы поняли. Вот, но это не мешает нам на данный момент любить друг друга, проводить вместе время. Мы таким образом пока начинаем строить свое счастье. Ты ничего про нее не узнал, ты же даже ничего про нее не знаешь. Я все про нее знаю. Понимаешь, а я, так как ты мой муж, и ты 25 лет уже мой родственник, я решила про нее узнать, чтобы она тебя вообще не свела в могилу. Это в каком смысле узнать? Это чего узнать? А вот так, узнать. За спинами там выглядывать. Ты успокойся, это не я не сама делала. У тебя есть дочка, если ты забыл, дочка Леночка. Так, дорогие супруги, не пререкайтесь. Как дочь относится к вашему разводу, скажите. Ваша честь, дочка очень любит папу и любит маму. И она всю жизнь считала, что у нее прекрасная, замечательная, офигительная семья. И когда вот это вот все случилось, это вера появилась, я как-то о ней узнала. Вот это любовь. Любовь это его. То Леночка, она, ну, по своим каким-то каналам, она стала собирать о ней информацию, она немного чего узнала. Поэтому, Ваша честь, я прошу пригласить моего свидетеля. Мою дочку Лену. Хорошо, Барзикова Елена у нас ожидает. Приглашайте. Знаешь, вот, когда ты уже... Вы свидетель Барзикова. Пройдемте. Ну, я понимаю, что ты думала про свою любовь, но про то, что у тебя есть дочка. Здравствуйте, Елена Антоновна, проходите, пожалуйста. Занимайте место рядом с мамой. Елена Антоновна, вы знаете, что в семье разлад, что родители сейчас разводятся. Как вы считаете, серьезно ли это со стороны отца? И как вы думаете, есть ли перспективы у госпожи Комаровой, которую, как я понимаю, вы знаете, с вашим отцом создать новую семью? Я вот не верю, что папа у меня разлюбил маму. У нас замечательная семья. Я даже знаю, что многие из наших знакомых завидовали нашей дружной семье. И, конечно, когда я узнала, что мама с папой решили развестись, для меня это стало шоком. Да, я решила выяснить, что это за девушка, на кого папа решил поменять маму. И узнала, что у нее к ее годам уже два брака. Она твой ангел? Так ты говорил? Так папочка ангелы не поступают. Ангелочек. А ты видел ее машину, на которой она рассекает по всему городу? И что? Сейчас она одна-то рассекает? Больше никого там на дороге не было? Нет, там и другие, но я она тоже рассекаю. Пап, ты понимаешь, в чем дело? Дело не в том, что как она рассекает, а на какой машине. Она работает обычным врачом. На тракторе? У нее дорогая машина. У нее дорогая машина. Она работает врачом в какой-то обычной, в каком-то медицинском центре. Не под доходом машина. Я уверена, что эту машину ей подарил какой-нибудь ухажер, которого она также развела на деньги. Она папу разводит. Пап, ты понимаешь, что она тебя просто разводит на деньги? Никто меня разведет. Я уже калач тертенький. И денег нет. Понимаешь? И деньги будут на месте. Не волнуйтесь, не переживайте. Значит, отвечаю по сюжету. Двое было мужей у нее, говорите? Ну, у человека так сложились звезды. Она по характеру очень добрый человек. И всякие мошенники слетаются, как мухи на этих бедных женщин, которые слабохарактерные. Что-то поиметь. А машина, она мне сама призналась, что она в себе во многом отказывала, чтобы купить. Ну, она сколько лет работает в этом Министерском церкви врачом. Ну, послушай, я же не буду ходить с калькулятором. Делить имущество наше. Чего тут налево, это направо. Я все оставляю вам. Понимаете? Я все. То, что мы нажили, я оставляю все вам. Вы останетесь, ну, как говорится, при всем гадстве. Ну, что вам от меня теперь надо? У меня есть еще один свидетель. Геннадий Тарасов. Это его друг. Он 100 лет его друг. И он знает нашу семью хорошо. Да, но давайте послушаем все-таки друзей. Ваши друзья, может быть, скажут. Пожалуйста. Тарасов Геннадий Анатольевич у нас есть. Приглашайте. Вы свидетель Тарасов? Стоит тут. Пройдемте. Вы находите у себя суда. Ой, ой. Здравствуйте. Геннадий Анатольевич, проходите, пожалуйста. Как я понимаю, вы друг Антона Викторовича, да? И вам семья Барзикова хорошо знакома. Дружите, наверное, не один год. Поближе встаньте к дочери, да. Очень хорошо знакома. Ну, ваше мнение. Что там случилось? Геннадий, как бы ты не стал бывшим другом. Так, поаккуратнее. Надеюсь, что не стану. Понимаете, Ваша честь, мы знакомы с молодым, дружим очень и очень давно. И для меня это известие было просто шоком. Просто настолько ты меня огорошил этим событием. Такая замечательная пара, такая красивая. И вдруг развод. Скажи, Антон, может быть, у тебя проблемы, что-то случилось. Ты скажи, может быть, я помогу тебе. Я же тебя помогал, а? Тебе ли мне такой вопрос задавать? Ты сам разводился в свое время? Разводился. Ну, сам понимаешь, что это и от чего. А проблем у меня никаких нету, Геннадий. Проблем у меня никаких нету. У меня совсем другой случай. В отличие от меня, тебе же она не изменяла, как мне. Поэтому мой пример тут совершенно неуместен. А то, что ты говоришь, проблем у тебя никаких нету. Нет. Точно нету? Абсолютно. Точно? А фирму ты зачем продал, а? Ты что, фирму продал? Зачем фирму продал, скажи? А какой фирме идет речь? Вы обязаны отчитываться перед вами. Я с вами учредитель. Нет, нет, нет. Простите, вы обязаны, потому что это общее имущество еще и вашей супруги. Поэтому, если вы что-то продаете, суд обязан это знать. О какой фирме идет речь? Это вот бизнес, который принадлежал Антону Викторовичу. Основной бизнес его и основной бизнес семьи. Продал, продал. Зачем? Зачем? Тош, я не понимаю. Зачем ты ее... Ваша честь. Вы знаете, здесь явно что-то... Простите, пожалуйста, вы что, не знали о том, что муж продал? Я не посвящал ее. Первый раз слышу. Понимаете, дело в том, что, в принципе, Тош, он хороший бизнесмен, и мы вместе это все делали, и ни одного финансового решения... Ну, фирма, конечно, на нем записана, там я и не претендовала. Записана. Вы знаете, ни одного финансового решения, крупного, он без меня не принимал никогда в жизни. Мы советовались. Потому что мы оба в курсе. Она приносила деньги, все было хорошо. И то, что он ее вдруг продал... Вы продали компанию? Тош, зачем? Да, Ваша честь. У тебя же были деньги, вот на это бы хватило. Она не такая дорогая. Вот это. На это на что? Вот это. Ну, которая здесь стоит... Это Вера. Доходы похватило. Зачем ты продал фирму? На это, вот на это... Ну, вот на то, что рядом с вами. Ответьте, пожалуйста, Антон Викторович, по существу. Зачем ты продал фирму? Ответь. Я не обязан отвечать. Геннадий Анатольевич, тогда вы, пожалуйста, объясните суду. Это другой судебный процесс. Что вам известно о продаже компании? Это общее имущество супругов. Антон продал компанию, и тут, по-моему, двух мнений быть не может, что все средства пойдут на содержание вот его нынешнего увлечения. Дело в том, что это не все, что я узнал буквально вчера. Ну, я поручил своим ребяткам, которые имеют, так сказать, доступ куда надо, так сказать. Вот. И они выяснили одну интересную деталь. И они выяснили одну очень интересную деталь, что у Антона от прошлой жизни имеется дочь. Ей уже 26 лет. Это кто такая? Дочь от его первого увлечения Светланы Лаврентьевой. Ей уже 26 лет. Ой, ой. Антон никому об этом, видите, он комедию ломает, он не мог этого не знать, он никому об этом не говорил, и мне, даже близкому другу, даже вот супруге своей не говорил. Может быть, ты сейчас... О чем я должен знать? О том, что у тебя есть дочь, 26 лет. Это не иголка, что Десена, это дочь. Значит, подожди, подожди. Объясни, вот хотя бы на суде, вот уважаемому суду, объясни. Ваша честь, у меня до отношений с моей женой, с Катей, в далекие студенческие годы было серьезное увлечение, то есть была первая настоящая любовь. Это была Светлана Лаврентьева. Вот. Мы с ней встречались до тех пор, пока я не встретил Катю. Вот. Душа, как говорится, у меня распахнулась, и я остался с Катей. И мы расстались со Светой, ну прямо, ну по-человечески. Я ни о каких беременностях, ничего она мне не говорила. Прошло 26 лет, или сколько, 27. То есть вы никогда не знали о существовании какой-либо дочери, да? Ты не мог этого права. Ты не мог этого права. Вот, следопыт там, красный рассказывает, откуда взялось это. Это не бы красный. Понимаешь, не срастается это, не срастается. Геннадий Анатольевич, ну знаете что, все-таки отец узнал бы о существовании дочери, может быть вы что-то путаете? Не стоит в суду подать заблуждение. Совершенно не путать, это не путать никакой абсолютно. Нет, ну кто такие следопыты? Хорошо, если вам известно это, расскажите, чтобы было понятно суду. Потому что я пока не понимаю ни источников вашей информации. Я не могу вам назвать источники, я бы уже не хотел, чтобы Антон об этом рассказал. Факты не срастаются, потому что это полная ерунда, полная ерунда. Нет, это не ерунда. Что нет? Он прав. У тебя действительно есть дочь. Ну и где она? Ей 26 лет, это дочь Светланы Лаврентьевой. И я знаю это, я точно это знаю. Откуда ты, а ты откуда знаешь? Потому что я твоя дочь. Опа. Чего? Господи, что за день сегодня? Это как, это что? Это Света дочь. Вера Тимофеевна, вы знаете, вы в суде. Давайте-ка объяснитесь. Это уже неинтересно. Моей мамы больше нет. Я осталась абсолютно одна. И мне очень хотелось найти того человека, который является моим отцом. Посмотреть ему в глаза. Узнать, кто он есть на самом деле. А почему ты мне об этом не сказала? Мы с тобой уже встречаемся сколько? Я откуда знал это? Я тебе не сказала. Я 27 лет не видел Свету. Я тебе не сказала? Ваша честь, не поверите. Вот смотрю на него и не понимаю, как так можно ломать комедию. Я потратила кучу времени. Ну что, мне вот так что листать, а? Я потратила кучу времени. Я нашла адрес твоей электронной почты. Я тебе писала два письма с периодичностью раз в полгода. На какую почту? На твою почту, которую я нашла в социальных сетях. Вера Тимофеевна, а зачем вы давали ему надежду, что у вас будут отношения как между мужчиной и женщиной? Да, ваша честь... Хотя вы знали, что вы его дочь, и вы хотели отношений как у дочери с отцом. Она не давала никакую надежду, извините, я отвечу. Я ее сам попросил, чтобы мы сыграли этот спектакль. Че? Где здесь? В суде? В суде, да. Для чего? У нас нет никаких ни любовных, ни романтических, никаких отношений. Как я так и знаю? Понимаете? Мы просто... Я ее попросил, чтобы она мне подыграла в суде. Зачем? Совсем спектакль. Ну, объяснитесь. Ну, некоторое время назад мне пришло из... Не буду рекламировать знаменитого медицинского центра. Приглашение пройти медицинское освидетельствование. И еще было указано, что меня это, так сказать, замануха для меня была, что тем, у кого 55 лет, это бесплатно. Ну, я на этот, кажется, подался. Прихожу в этот медицинский центр, и меня встречает врач Вера Комарова. Она еще и врач. Тимофеевна. Он врач. Понимаете? Я сдал все анализы, прошел у всех врачей и все прочее, прочее. Через некоторое время мне выносится вердикт, что у меня очень серьезное заболевание. Очень просто. Я не буду озвучивать его. Вот. Когда я узнал, что это заболевание вот именно такого плана, я не хотел втягивать свою семью в эти страдания. Папа. Понимаете? Папа. Я не хотел, чтобы они страдали вместе со мной, и тем более, что это ничего не поможет делу. Они будут, чем больше они страдать, тем будет хуже мне. Папа. Поэтому хотел вскрыть, развестись и уехать. И умирать один. И умирать один. Зачем же ты это сделал-то? Ты же дурак, что ли, совсем? Ну, Тоша. Вот так вышло. Как ежик тут. Господи. На нее что ли? Как ты вообще мог подумать, что мы тебя бросим-то? Да. Пусть как мы тебя любим. Это будет хорошо. Простите. Простите. У меня вопрос к Вере Тимофеевне. Вера Тимофеевна, когда вы приглашали Антона Викторовича на обследование, вы знали уже тогда, что он ваш отец? Да. Я уже знала, что он мой отец. И я очень хотела его просто увидеть, посмотреть ему в глаза. Сказать ему просто слово «папа». Зачем что ты сделала-то, дрянь-то такая? Да у меня не было другого выбора. Я пригласила его на обследование, увидела его. Ну, если обследование, значит, уже пришлось довести дело до конца. Он сдал анализы. И я увидела, что он абсолютно здоров. Что он просто абсолютно здоров. В смысле здоров? Здоров? Да, здоров. Абсолютно. Я тоже ничего не понимаю. Как здоров? Почему я так поступила? Мне хотелось посмотреть в глаза этому человеку. Посмотреть, как он отреагирует на мое появление. Мне мама говорила о том, что он существует. Она перед смертью своей мне сказала, что она с ним пыталась связаться. Что она ему сказала о моем существовании. Уж извините, Ваша честь, но я поверю, наверное, в собственную матерь, нежели этому человеку сейчас. Так, ну что, вы посмотрели в его глаза. Причем тут обследование-то? Да. После того, как результаты обследования показали, что у него нет ни единой проблемы, что у него все в порядке со здоровьем, я поняла то, что надо действовать дальше. На тот момент у меня не было четкого плана. Диагноз о том, что он болен. Ах ты дрянь-то такая! Иди отсюда вообще! Ты что, я что, я что, здоров? Ты абсолютно здоров. Абсолютно. Так, все вернулись на место. Я прошу, свидетель. Дочь, идите на место тоже. Займите место. Душите костензии врачебные. Да как так можно делать-то? Человек, когда находится в таком состоянии, в предсмертном, он становится очень сильно доверчивым. Поэтому он мне поверил. Ну, сопоставив все факты, я решила ему просто подыграть. Чтобы он сказал своей семье, что он болен, что он разводится со своей женой, что он уходит из своей семьи. Для меня это был самый оптимальный вариант. Вера, пойми, я просто не знал о твоем существовании. Если бы я знал, если бы мать хоть как-то намекнула, что есть у меня дочь, я бы ведь не отказался бы от вас. Ну, допустим, я бы уже не женился на вас, потому что я был женат на Вере. Ну, материальную поддержку я бы полностью оказывал вам, а? Скажите, пожалуйста, желаете ли вы сейчас настаивать на иски? Я искренне отзываю свой иск из суда. Ну, слава богу. Суд удаляется для вынесения определения. Прошу всех встать. Все нормально? Ты просто вообще не знаю. Производство по делу о расторжении брака прекратить. Суд прекращает производство по данному делу, потому что истец отказался от иска, и этот отказ не противоречит закону и нарушает права и законные интересы других лиц. Судебное заседание объявляется закрытым. Прошу всех встать. 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 Продолжение следует...